Говорит Спортрупор и сегодня у нас третий день марафона и мы поговорим про шоссейные велосипеды. Погнали! Итак, велосипедный сезон 2022 года однозначно один из самых необычных за всю историю. Причем если раньше разного рода сюрпризы появлялись раз в 4-6 лет, то сейчас они появляются с гораздо более частой историей, то есть это раз в 2-3 года. И велосипедный рынок России переживает не самые лучшие времена, то есть некоторые велосипедные бренды ушли с нашего российского рынка, а некоторые просто не смогли получить должную поставку из-за огромных проблем с логистикой. И на фоне этого мы получаем достаточно интересную ситуацию, когда некоторые бренды теряют свои позиции на рынке, а некоторые приобретают. И я вам скажу больше, что в этом году на первых ролях стали появляться те бренды, на которые раньше даже никто не обращал внимания. И расскажу я это все на базе шоссейных велосипедов, так как здесь довольно понятная и обычная ситуация. В 2022 году шоссейных велосипедов можно сказать, что нет и не было вовсе. Сначала был небольшой запас у того же Триал Спорта с его брендом Кеннон Дейл, но потом и он подтаял. И несмотря на то, что спрос на шоссейные велосипеды очевидно упал из-за снижения покупательской способности, предложение на эти самые шоссейные велосипеды упало еще сильнее. И на фоне этого эти дыры надо чем-то затыкать, и многие поставщики воспользовались этой ситуацией. И давайте, чтобы понять что да как, сначала разберемся, что же происходит с традиционными поставщиками шоссейных велосипедов, к которым мы с вами привыкли. Начнем с бренда под названием Merida, которая со своей моделью под названием Sculptura держала просто огромную долю шоссейного рынка. На состояние середины июля ни одного шоссейного велосипеда Merida 2022 года на российский рынок не поступило. Причем возможное поступление планируется лишь в начале осени, то есть это сентябрь-октябрь, причем не то не факт. Второй тайваньский гигант под названием Giant тоже имел всего лишь навсего там 4-6 моделей в наличии, причем 1-2 модели из которых являются женскими, то есть это линейка Leaf. И они плюс-минус тоже достаточно быстро закончились, то есть да, безусловно, там остались несколько моделей, но достаточно дорогие. Вроде как поставка планируется в ноябре 2022 года модельного ряда того самого 2022 года, поэтому посмотрим. Третий бренд это Specialized, который по факту полностью ушел из российского рынка и остатков тупо нету, то есть на российском рынке нету ни одного шоссейного велосипеда Specialized в продаже. Следующий бренд это Scott, и он имеет на самом деле несколько дорогих велосипедов в наличии, но на самом деле у Скота в самом начале сезона тоже были шоссеры, и впервые в истории они были по привлекательным ценам. Но по факту эти самые начальные шоссеры из-за этих самых привлекательных цен быстро закончились, поэтому сейчас остались только топовые модели. Все бренды велоспорта, такие как Кальнага, Чинелли, Бьянки, а также Ридли, были завезены на территорию России в каком-то небольшом количестве. Не, на самом деле ввезенный объем был достаточно большим, просто он был на начальном этапе уже перераспределен по федерациям и так далее. Короче, в конечную продажу эти бренды попали в минимальном количестве лишь на розницу магазинов велоспорт. И кстати, как раз таки поиск альтернативных брендов компании велоспорт в шоссейном сегменте на мировом рынке обозначает то, что ну не все так однозначно с их ассортиментом. Бренды веломаркета ЦСКА, такие как Вильер, Арбей и Биэмси, поступали, но в очень ограниченном количестве. По факту мы видели только Вильер и Биэмси, и на самом деле были только точечные модели, несмотря на то, что они были привезены практически во всем размерном ряду. А у Арбея что-то не было, да и кстати говорят то, что ее и не будет. Отечественные бренды, такие как Формат, Форвард, Стингер и так далее, либо не завезли большой объем шоссейных велосипедов, либо их модельный ряд достаточно узкий, чтобы о нем вообще говорить. И в конечном итоге мы получаем картину, что эти самые дыры дефицита шоссейных велосипедов начали затыкать другие поставщики другими брендами. Причем самым интересным будет, смогут ли эти бренды закрепиться, или они так и окажутся ситуативно на рынке, так же и исчезнут. Это покажет лишь только время. Начнем с бренда под названием Сава, и это по сути бренд с Алиэкспресса. В Россию этот бренд начала ввозить компания, которая называется Камерон, кстати, с владельцем которой я говорил на выставке Велокульт. И проблема всех брендов с Алиэкспресса заключается в том, что либо они имеют плавающее качество, либо они все ноунейм. Но выбиваются в люди в конечном итоге лишь те бренды, которые закрывают эти самые два вопроса, и Сава один из этих брендов. Несмотря на то, что велосипедов, ну прямо скажем, немного в линейке, они имеют крайне привлекательную цену. Ну я бы сказал бы самую привлекательную. Грубо говоря, карбоновый велосипед на 105-й системе обойдется в 115 тысяч рублей. Ну это просто сказочная цена. Следующим брендом является Pardos от вышеупомянутой компании Велоспорт. И по факту это все из той же оперы, что и из Сава. Это китайский, достаточно качественный бренд велосипедов, которые имеют ну просто очень вкусный ценник. Таким образом, карбоновый велосипед на 105-й системе может стоить в районе 170 тысяч рублей. И в современных реалиях это ниже рынка, чем у всех конкурентов, которые существуют. Причем у Pardos есть линейка не только классических шоссеров, но также и Aero. И я кстати думал, что компания Велоспорт не остановится и будет еще искать разного рода бренды, потому что наверняка-наверняка с каким-нибудь там Bianchi, Кальнага есть определенные проблемы с точки зрения договоренности. Ну сами понимаете, европейцы. Следующим привлекательным брендом стал Polygon. Этот индонезийский бренд уже существует на российском рынке достаточно давно, но сейчас он стал более чем актуальным за последние пару лет. В линейке Polygon есть как алюминиевые, так и карбоновые шоссейники. Причем карбон на 105-й системе блуждает где-то в диапазоне от 180 до 190 тысяч рублей. Это на самом деле все равно ниже, чем у всех классических велосипедных брендов. Еще одним открытием сезона, ну скажем так, не только этого, но и предыдущих, стал бренд Outlip. Этот триаловский бренд делает бюджетные шоссейные велосипеды и только лишь в этом сегменте. Буквально 2-3 простенькие алюминиевые модели, которые варьируются в диапазоне где-то 40 тысяч рублей. Несмотря на то, что мне больше нравятся горные велосипеды от бренда Outlip, нежели чем шоссейные, но цена определенно привлекает внимание. И заключительным брендом является Wells. И это достаточно необычный гость на нашем канале. Я впервые видел шоссейник от Wells у Антохи Степанова в отдельном обзоре, и меня просто сразила на повал его цена. Но обо всем по порядку. Wells это компания из Санкт-Петербурга, которая в первую очередь специализируется на производстве мототехники. И, кстати, у Стелса точно такая же история. Но у бренда есть ассортимент складных, городских, а также шоссейных велосипедов. Я хочу особо отметить модель под названием Wells Prowler, потому что это по факту самый доступный шоссейный велосипед из адекватных на рынке. Несмотря на то, что этот велосипед имеет хай-теновую вилку, а также 1X-систему, у него адекватная и легкая алюминиевая рама с точки зрения геометрии и исполнения. Система переключения у велосипеда от китайского бренда L2 под названием R3. И, кстати, я еще пока что не разбирал шоссейную линейку от бренда L2, хотя, может быть, и стоила. Оконечная стоимость у велосипеда 28 тысяч рублей. И, на мой взгляд, это даже низкая цена для докризисных времен. Там есть, кстати, еще и шоссер на двойнике аж за 21 тысячу рублей. Ну, то есть, этот бренд определенно достоин внимания. Кстати, все ссылки по всем брендам, которые мы рассматриваем сегодня, я оставлю в описании к этому ролику. Вот такая вот у нас получилась занятная и интересная ситуация по шоссейным велосипедам на российском рынке. Причем, это мы разобрали лишь шоссейные велосипеды, потому что эта ситуация в этом сегменте во всей красе. Я думаю, что это лишь только начало, и, по сути, этот тренд будет лишь только разрастаться, и будут появляться разного рода новые бренды. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих брендах, компаниях. Является ли это китайским хламом, или все же норм-вариант. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки, ведь марафон только лишь начинается. Мы даже середину еще не прошли. А с вами был Спортрупар, и всем пока! Да, шоссер от Уэллс за 28. Я такого давно не видел. Мне кажется, даже 4 года назад не было такого шоссера на рынке. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон»